приветствую всех всех кто смотрит то что я делаю на данный момент я занимался изготовлением опасных бритв как говорится товарозамещением импортозамещением даже так и это у нас на сегодня 5 опасных бритв из дамасской стали и поехали по ходу может что-то буду рассказывать показывать вот тот самый японский пластик на правах который я уже раньше говорил очень практичный крепкий практичный то есть достойный тут латунные шайбы как обычно для скольжения бритвы получились все то есть все будут брить все будут работать все будет хорошо но эстетически получились не все вот этому пример вот данный пример битвка смотрите в середине кромка как сужается до эстетически да она проигрышем варианте и думаю что она даже будет подешевле за счет этого хотя мне это никак не выгодно то есть наоборот это в минус но все равно все равно это будет подешевле как видите бритвы были вот такие вот серые но мне захотелось придать каких-то красок яркости немного что ли как бы не знаю я сделал их немного цветными дальше что все таким закопчиками не знаю что меня сподвигло на такое деяние не знаю но вот тут стопроцентный клин а вот здесь на полотне вогнутость 75 процентов ширина примерно 8 8 точно не знаю там там замерим посмотрим но это аналог пример к 1 к 2 к 3 и такие бритвы там к 7 вот это есть тот самый аналог не знаю как вот так вот кому удобно кому неудобно смотрите сами так никогда бритву нижу еще раз повторюсь обрету держу когда бреюсь вот так дальше вот тут вот удобно крутится вертится в руке но это для чего нужно там ну для заточки не особо но для правки на ремне да это важно как она вот здесь отверстия если она вихлястая такая то это удобно она такая красот легко вертится ну вот эстетика конечно меня на пару бритвах расстроила конечно хотелось бы более эстетично но у меня еще есть тут пять заготовок может быть когда нибудь сделаю все ровненько все красиво все правильно горизонтальность соблюдена а ну и волоски рубаем конечно же в конце видео все все оправы из этого японского пластика не знаю будет ли он еще потом в будущем у меня пока есть запас но небольшой если честно поэтому не знаю пока пользуюсь тем что меня запас изготавливаю из них вот вторая бритва у которыми тоже эстетика ну как бы не блещет как бы не блещет совсем вот по кромке опять же вот я показываю сейчас кромку смотрите сами то есть бритва рабочая бритва все как надо но эстетом точно не понравится то есть либо либо что тут говорить все сами понимаете да вот так что вполне вероятно что она будет тоже чуть дешевле за счет этого за счет этого хотя все брить будет отлично шикарно все ровненько естественно все правильно очередная бритовка я их пронумерую потом на чехлах напишу нот на горизонтальность дальше по клиночку кстати кстати очень даже хотел бы заметить тот момент вот здесь кстати вот с эстетикой да вот ну 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 не придраться но вот так я хотел чтобы вышли все бритвы да и хотел сказать очень важный момент очень важный для тех кто будет может быть когда-то их затачивать хотя бритвы с такой твердостью в принципе вообще не затачиваются более никогда ну нет есть такие люди которым всегда что-то мало всегда хочется чего-то большего и поэтому они затачивают вот данные варианты очень легко поддаются заточки при их огромной твердости это очень порадовало меня то что я не удохнулся тут прямо с каждой бритвой по два часа реально так вполне прям так шустренько ровненько быстренько кромочка организуется быстренько она шлифуется полируется и это я вам скажу это я вам скажу радует это радует идеально ровно следующая бритвка Дамаск тут конечно но сейчас я вам оправу покажу Дамаск тут такой шуршавый прям шуршавый я вывел на нем количество слоев ближе к наружной части и поэтому получился такой вот какой-то мелко-мелко такой рисуночек прям какой-то такой шуршавый даже какой-то на ощупь кромочка все нормально в принципе получилось хотя я я бы сказал ну не на 5 а на 4 с плюсом со мной эстетика как-то да немного да вот и вот этот вот рисунок он какой-то такой вот слишком уж мелкий прямо ну не знаю может кому как на вкус и цвет но все же просто обычно количество слоев я как бы прячу там в сердцевине а тут немного наружу вытащил видно что я показываю я показываю что ровно заходит вот так же вот горизонтальность смотрите да вот этот материал я еще раз повторюсь раньше говорил что он не подвержен каким-то царапанием там еще каким-то таким всяким нерадостным событиям он не подвержен вот по кромочке вот тут вот тоже вот разве можно сказать что что-то вот то есть то что надо вот то что надо вот две бритвки вышли вообще просто с отличными кромочками с теми кромками где не все так вот радостно эстетично я подумываю ну то есть посмотрю если их там даже подешевле с ценником кто-то не возьмет допустим они залежатся я одну бритвку себе выверну что-то мне как-то хочется хочется такую широкую бритвку хочется у меня конечно комиссорий мне нравится комиссорий для бритья но я тут неудачно ей шапнул по раковине керамической ну и в неудобном месте где-то вот тут вот примерно у меня скол произошел бриться можно но уже как бы удобство поуменьшилось поубавилось так сказать я такого конечно второй раз жизни себе допускаю такого зацепа ну что ж теперь вот такое вот я бываю иногда без руки еще как-то я слышал высказывание в мой адрес почему я не побреюсь там на камеру своей бритвой вот пример новой какой-то я еще раз повторюсь что новую бритву я никогда не бреюсь потому что она новая если я побреюсь она будет б.у. я предлагаю людям новые варианты то есть чтобы они заменили вот эти вот всякие импортные моменты особенно жилеты и прочее и прочее это одно во второе если я побреюсь бритвой на камеру своей вы думаете на этом все закончится нет я побреюсь параллельно еще примеру бритвой какой-то импортной я реально опущу просто ниже плинтуса импортный вариант она вам надо я думаю не надо я вам просто наглядно это могу показать так что ну всем станет тошно у кого-то есть такие бритвы они есть у многих поэтому я этого не делаю и позволяю это сделать другим в интернете много любителей тестировать в интернете много любителей рассуждать пообсуждать как бы и вот пускай я доверяю то есть им тест стороннего человека будет более правдоподобно что ли как бы чем это сделаю я пробим волосы так буду брать бритвы в том же порядке в котором происходил обзор перед камерой это крайне неудобно делать не знаю видно не видно волосы рубиться давайте может попробуем еще поближе все это заснять попытка номер два в более таком макро видите отлетает а то там не видно нифига мне кажется вот так вот касаешься волосы отлетают так сейчас в следующий возьму в той же последовательности вот такая вот бритвка коснулся отлетела волос кончается не вижу что делаю а отлетела уже это вот те которые примеру с кромками не эстетичными очередная бритва с такой вот оправой эстетичной кромкой уже так так отлетел ой как хорошо отпадает просто ну просто чудно просто радует как отпадает то есть без ощущений каких то там просто просто как будто бы от страха они отваливаются а нет касания так 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 ух как подпрыгнул все волосы закончился так еще одна остается так и еще одна бритвка вот с такой вот оправкой так так волосы взял нифига тут не видать но надеюсь вам видно красиво как отпал тоже ох ты как хорошо тоже как будто бы от страха отваливается нет говорит вот раздвоился блин оторвать надо этот раздвоенный кусок тоже раздваивает все обрубил вот как то так то есть все хорошо рубят волос очень хорошо затачиваются поэтому не скажу что я очень доволен результатом так как тут пару бритв есть вот с кромками конечно которые эстетически не радует глаз но рабочие варианты все пять поэтому тут не знаю стоит и радоваться стоит и задуматься да в следующий раз я что-нибудь еще такое сделаю того же размера когда это будет я пока не скажу до новых встреч до новых обзоров до новых встреч до новых встреч и